Я уже говорил в приветственном слове, что пройдя путь от активиста Народного фронта до депутата Государственной Думы, который сегодня возглавляет в Думе совет экспертный по совершенствованию норм закупочного законодательства, я знаю точно, что как раз в таком режиме, режиме конструктивного диалога, мы можем выработать решения, которые лягут в том числе в основу изменений федерального закона, потому что, услышав именно от вас, как идет применение сегодняшней редакции закона, мы поймем, какие первоочередные проблемы нужно решать. Скажу откровенно, мы уже собрали предложения в рамках деятельности нашего экспертного совета с регионов, наверное, кто-то из вас здесь присутствует, кто их готовил и направлял, все они сейчас сведены в единый такой план, получилось более чем на 300 страниц, но мы постарались сделать так, удобную таблицу, чтобы, когда будут их анализировать уже непосредственно федеральные органы власти, в том числе и регуляторы, и контрольные органы, чтобы, выражая свою позицию и мнение, мы смогли понять по каждой норме ее судьбу, перспективу, и, собственно, после уже сформировали план законодательных инициатив, который мы будем принимать в последующих сессиях заседания Государственной Думы. Сегодня сам, будучи представителем одного из субъектов Ростовской области, я вижу, что иной раз, помимо задачи антикоррупционного ужесточения норм, чтобы мы боролись с коррупцией в расходу небюджетных средств, еще и применение закона страдать не должно. А иной раз, видя, что сегодня эти нормы достаточно сложно прописаны, они становятся как проблемой, причиной срыва закупок. А, как сказал мой коллега, один из сегодня присутствующих здесь на панели, что одна из главных задач 44-го закона – это удовлетворить потребности наших заказчиков, а, соответственно, и тех людей, за которых мы с вами отвечаем. Это и детские сады питания. Это слово Радчику Ашоточу Петросяну, заместителю руководителя Федеральной антимонопольной службы, с вопросом о том, что, как известно, один из основных факторов эффективности закупок является постоянный контроль за всеми процессами закупочной деятельности. В рамках 44-го хочется начать, потому что, как мы уже говорили, больше сэкономим, больше проконтролируем, больше сэкономим, больше построим. Да, пожалуйста, мой коллега, со-модератор, я прошу прощения, Кирилл Ильич Кабанов, он тоже скажет два слова перед тем, как мы начнем дискуссию. Спасибо, коллеги, я просто по поведению. Давайте мы с вами больше времени, наверное, оставим на вопросы, а как-то сконцентрируемся на 5-7 минутах, постараемся, ладно? Все, спасибо. Радчик Ашоточ, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Антон Александрович, здравствуйте, коллеги. Действительно, мы с Российским народным фронтом очень плотно взаимодействуем, большое количество жалоб получаем от активистов ОНФ, как от физлиц, и очень много ситуаций расшивается благодаря вот этому взаимодействию. Если говорить о контроле, то количество жалоб по 44-му закону за прошлый год, за 16-й по сравнению с 15-м выросло больше, чем на 20%, и составило более 84 тысяч по всей системе. А количество жалоб по 223-му закону выросло больше, чем на 47% и составило больше, чем 7700 жалоб. По контролю основные нарушения, они на самом деле меняются потихоньку, они превращаются в мини-формальные, мини-процедурные и в более сутевые. Но процедурных, формальных по-прежнему много. Одно из распространенных нарушений – отсутствие проектно-смертной документации на сайте. То есть она есть в природе, но на сайте ее не размещают. Другое известное нарушение – это когда мелким шрифтом выписывают сотни стран из текста и просят повторить. Когда устанавливают требования, которые могут быть известны только в конкретной партии товара. То есть их неизвестно на момент подачи заявки, а просят именно на момент подачи заявки. Ну, к слову сказать, зачем, например, нужно спрашивать содержание углерода в пластике, в блоке питания принтера. Вот непонятно, но такое встречается довольно часто. Вопросы укропнения лота. Например, прошедшего года. Год действительно богатый на изменения. Важные изменения, которые нужно отметить, это, наверное, следующие. Ну, во-первых, все гупы с 1 января 2017 года перешли на 44-й закон. На наш взгляд, это мера достаточно такая радикальная, но эффективная. Значит, что касается стройки, так у нас за прошлый год принято целых два решения правительства. Вся не сложная, не особо опасная, не уникальная стройка переведена на аукционы 13 мая распоряжения правительства. А что касается особо опасной стройки, технически сложной, уникальной, то есть та, которая может быть проведена на конкурсах, то там значимость субъективных критериев ограничена 20%. Это тоже решение правительства. Это важная штука. Еще одно время. Это та инициатива, которую по поручению президента реализуют. По стране очень много заказчиков, и все закупают лекарства по разным торговым номинованиям. Так вот эта система позволит в автоматическом режиме выявить все отклонения в расчете на средневзвешенный, даже с учетом тех завышенностей, которые есть, то мы сразу увидим, где это, и сможем перепроверить. И не только мы, и прежде всего не мы, а коллеги из Росфиннадзора, коллеги из счетной палаты, они смогут увидеть эту закупку и ответить на вопрос, а действительно ли в данном случае данный договор с незавышенной ценой. То есть это так называемый выборочный контроль будет осуществляться. Эта система уже по факту начинает свою работу, она работает, и мы надеемся, что ее развитие можно будет распространить, ее с развитием на все остальные виды товаров, работ, услуг. Что касается поправок, которые мы ждем. Почему? Потому что электронная форма предусматривает анонимность подачи заявок. Слишком поздно коллеги-поставщики узнают друг друга для того, чтобы сговориться. А во многих случаях и не сговорятся. И не каждый из них узнает, а кто тот участник номер 38, которого никто найти не может и не с кем сговариваться. Поэтому крайне важно перейти на электронную форму заявки. Не говоря уже о всяких жульничествах, которые у нас уже носят такой характер доисторический, когда бумажный конкурс, когда вскрывают заявку, подглядывают цену, вырывают листик. Об этом уже не говорим. Это тоже все должно уйти в прошлое. Ну и поправки, которые... Ведь самое главное на самом деле сделать такие правила, чтобы контролерам на самом деле было нечего делать. Спасибо. Андрей Хрисович, они каким-то образом в публичном поле вами публикуются или стематизируются? Естественно. Во-первых, все наши решения в течение трех рабочих дней после их вынесения размещаются на сайте. Все без исключения. Во-вторых, по всем решениям мы даем пресс-релизы, где содержательно объясняем, в чем суть на простом человеческом языке. В-третьих, мы готовим разъяснение нашей правовой позиции и направляем всем заинтересованным лицам, включая наше территориальное управление. В-четвертых, это все. Все эти разъяснения системно размещаются на сайте. Именно системно. То есть они отдельно каким-то блоком можно посмотреть участникам закупок, чтобы они уже посмотрели, говорили, что эти требования избыточные. Они же типовые, вы говорите. Они, в принципе, типовые. Да, это все есть, безусловно. Есть, да? Да, безусловно. Спасибо. Спасибо, Раджик Ашотович. Действительно, по поводу перевода электронных закупок. Следовательный разговор в рамках Общероссийского народного фронта, проекта «За честные закупки» мы много анализировали с экспертами, смотрели, как работает ЕИС с самой ранней стадии начала работы. Мы выдвигали разного рода претензии, от того, что он висит, до того, что какие-то просто бредовые вещи в нем появляются в этой системе. И надо отдать должное федеральному казначейству, что всегда были услышаны наши претензии. Мы были даже приглашены как-то в казначейство, где мы вместе все это рассматривали, включали ЕИС, тестировали, смотрели. И вот сейчас я бы очень хотел у руководителя федерального казначейства поинтересоваться, Роман Евгеньевич, как сегодня обстоят дела, и вот к этому еще более глобальному переходу на электронные аукционы, на электронный вид закупок. Наша единая информационная система готова. Не будет сбоев, чтобы наши заказчики, в том числе из регионов, с этими проблемами не столкнулись. У нас боят микрофоны в рамках электронных процессов. Спасибо большое за вопрос. Действительно, казначейство России объединяет в себе несколько ролей. Мы являемся, собственно говоря, финансовым органом для федерального бюджета, являемся теперь бывшим Росфинадзором, контрольно-надзорным органом в финансово-бюджетной сфере, ну и оператором информационной системы. Большая высокая честь была нам оказана в свое время, доверили нам организацию работы этой системы. Какие уроки за вот эти пять лет мы извлекли, и что показало начало текущего года? Как бы своевременно не принимались нормативно-правовые акты, действительно, по планам графика, планам закупок, здесь регуляторы отработали достаточно хорошо. Внешняя среда, конкретные наши уважаемые 900 тысяч человек, которые работают в сфере государственного заказа, они требуют к себе более внимательного такого отношения с точки зрения обучения. С производителями, с теми информатизаторами, которые работают на стороне госзаказчиков, не все можно приписать в нормативно-правых актах. Вот, например, те закупки, которые, в частности, по бензину, то есть наиболее разные наименования этого товара. Мы проводим такую сейчас работу, мы совместно с органами контроля в сфере закупок субъекта федерации, муниципалитетов, федеральными нашими заказчиками, сейчас вырабатываем вот эти конкретные требования, которые должны полностью сделать единообразным упоминания, наименования вот этого товара. Видим то, что многие вопросы, конечно, должны решаться даже не на уровне нормативно-правых актов, а на уровне постановки задач к информационным системам. Тогда, когда действительно, ну очевидно, единица товара не может быть в листах, как сейчас у нас-то можно встретить на сайте закупок, в кварталах, там в штуках, бензин в штуках не закупается. Поэтому здесь большая перед нами стоит организационная работа вместе с органами контроля для того, чтобы действительно качество информации обеспечивалось. Пока... Не, Роман Евгеньевич, есть, поскольку, наверное, лучше систему настроить, чем то, что получилось с Росреестром. Доктор Паталаганатом, в каждом человеке есть что-то хорошее, одних почек две штуки. Вот, поэтому сначала к хорошему. Ну, во-первых, мы достигли достаточно серьёзного прогресса в части получения экономии. В рамках контрактации по 44-му закону он уже составляет почти 9%, что, в принципе, 9-12% – это та разумная экономия, которая может происходить при реальных конкурентных процедурах. Если мы говорим не только о количестве обращений со стороны граждан, организаций с жалобами на действия заказчиков, но и количество решений, которые принимает и суды, и Федеральная антимонопольная служба в пользу заявителей, тоже растёт. И, в свою очередь, это... Второй год мы фиксируем, что мы замерли на такой позиции, как порядка 3% заявок на один лот. Здесь есть тоже проблема. То есть мы фактически там каждые две недели что-то меняем. Поэтому мы вышли с инициативой и обратились их к законодателям с тем, чтобы распространить недобросовестных поставщиков, во-первых, при неисполнении контракта по определённым критериям, чтобы в обязательном порядке направлялись во включение в реестр недобросовестных поставщиков, расширить реестр недобросовестных поставщиков не только по наименованию компании, но и включать туда директора и бенефицара, как это международная, кстати говоря, практика, с тем, чтобы он, закрыв одну компанию, не вышел на рынок недобросовестности с другим названием, и сделать обязательным правилом недопуск подобных компаний на рынок государственных закупок. Не потому что мы хотим наказать кого-то. То есть если когда есть какой-то запрет, но за него ничего не будет, на этот запрет никто особенно и не обращает внимания. Что у нас произошло на дорогах, да? Сделали, как бы, разрешено 60, надо спросить любого автомобилиста, а сколько там ехать можно? Но если еще хочется, то можно допустить. То есть вот так, чтобы этот механизм заработал и не было тех, кто заявляется на конкурсные процедуры заведомо с тем, чтобы не исполнить контракт, ну, наверное, если будет ответственность, таких станет гораздо меньше, и эта норма заработает. Поэтому мы с этими предложениями выступаем. Отдельный вопрос, конечно, по нормированию. Бешеные деньги заплатили, да? А после того, как приняли и оплатили, поняли, а нам это не надо. То есть это вот сегодня, то, что мы купили, оно не может работать, собственно говоря, так, чтобы наша система вся работала. И что с этим делать? Говорит, а будем теперь модернизировать? Вот мне это сегодня напоминает. Знаете, сын приходит к отцу, говорит, пап, я сегодня 50 рублей сэкономил. Он говорит, обману кондуктора и не поеду. Когда строим-строим за бюджетный счет, в конечном итоге что-то не хватает, не вводим в эксплуатацию, бросаем, потом на протяжении 5-7 лет это здание будем делать вместе с вами счетная палата и сигнал вам передавать. Кирилл, есть что-то устроить? Максим Стасович сказал правильную вещь. Вот в этой ситуации, конечно, нужно законодательное решение, и это решение должно приняться как можно быстрее, поскольку мы отмечаем, вот мы с Народным фронтом говорили, рост на сегодняшний момент вроде бы совершенно прозрачных в рамках 44-го ФЗ закупок, но совершенно нелогичных не обоснованных даже в ситуации, которую мы называем околокризисной. Вот это крайне важно. Палата сегодня назвала цифры 32 триллиона рублей. Это и государственные, и муниципальные закупки, ГУПы, МУПы, госкомпании. Это получаются огромные деньги, которые фактически должны работать на нашу экономику. А что такое наша экономика? Это прежде всего тот бизнес, особенно малый и средний, который платит эти деньги в бюджет и рассчитывает на то, что те деньги, которые он получает обратно со стороны госзаказа, муниципального заказа, это будут прозрачные, понятные процедуры, по которым он качественно обязан исполнить свои обязательства, но и бюджет обязан с ним рассчитаться тоже вовремя и в срок. И по итогам нескольких месяцев деятельности Генеральной прокуратуры было перечислено субъектом на триллионы ежегодно. Они должны 15% отдавать малому и среднему бизнесу с 1 января этого года. Больше того, по этой квоте они должны рассчитываться за 30 дней. И нам кажется, что вот этот вопрос тоже нужно поставить на контроль, в том числе через наши штабы в регионах. Поскольку, когда я общаюсь с некоторыми чиновниками в регионах, они говорят, ну знаете, мы порядок навели в системе госзакупок, муниципальных закупок, а гупы и мупы, это ведь они хозяйственные субъекты. И вы там в коммерческом пространстве, сами с ними общаетесь, у вас есть договора. А резонный вопрос. А законодательство Российской Федерации, это что? Это можно его не исполнять? Да, это гупы и муп. Учредителем кто выступил? Государственный, извините, орган или муниципальный орган. Поэтому исполнение федерального закона 44-й гупами и мупами, это такой же приоритет для работающих чиновников в системе госзаказа, как и государственные непосредственные муниципальные закупки со стороны гупов и мупов с этого года. Второй момент, о чем мы говорим. У нас ведь совершенно другие были и острота вопроса, и те вещи не по спецторгам купил. Вот как здесь быть? Почему уходят на 6-8 месяцев? Я имею в виду не по спецторгам. Ну и третий момент. Бывает такое, что, к примеру, у инструмент факторинга. На сегодняшний день мы убедили правительство, и вышла директива Игоря Ивановича Шуалова в прошлом долг к фактору. Это ни в коем случае не идет об изменении стороны исполнения договора. Это именно идет вопрос о подтверждении дебиторской задолженности и возможности ее уступить ограниченному кругу финансовых институтов. Мне кажется, если опыт, который сейчас пошел в госкомпаниях, он будет положительным по 223 закону, это можно было бы распространить, тем более учитывая тот шаг вперед, который сейчас делает государственное казначейство, распространить и в сферу государственных закупок. Нам кажется, нужно прописать все-таки, кто и на каких условиях может поместить компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Потому что потерять такой рынок на своем, тем более, государстве, это очень больно бывает, особенно для российского производителя. Ну а в целом, я считаю, нам нужно двигаться дальше. Нам есть чем гордиться. Вот именно общероссийский народный фронт за три года кардинально изменил систему и государственных закупок, и систему госкорпораций. Александр Сергеевич, спасибо, действительно, спасибо. Предпринимателю дав работу, наверное, даже не так он будет заботиться о каких-то давлениях. Ваших высказываний. Что касается спецторгов по малому бизнесу, по 44-му, докладываю. Мы регулярно получаем эти материалы, сами проводим проверки, получаем материалы от счетной палаты в массовом количестве, и госзаказчиков штрафуем за несоблюдение квоты, и информацию эту направляем в счетную палату в том числе, для того, чтобы коллеги имели возможность все это видеть на своде. Что касается сроков оплаты, тоже докладываю. В законопроекте, который лежит как раз сейчас в Думе, там предусмотрено введение, по-моему, 30-дневного предельного срока оплаты после выполнения работ. И, соответственно, как только этот законопроект будет принят, то иной возможности, кроме как оплатить в 30 дней, у заказчика не будет, и, собственно, исчезнет вопрос с необходимостью переуступки долгов. Отмечу еще, что такое поручение относительно ограничения сроков оплаты давал президент на форуме «Деловой России». И что касается реестра недобросовестных поставщиков. Действительно, палка о двух концах. У нас, к сожалению, в законе сейчас нет прямо администрируемо прописанных оснований для расторжения одностороннего. И мы иногда действительно сталкиваемся, подтверждаю ваши слова, с тем, что недобросовестные заказчики, как им Бог на душу положит, расторгают контракт абсолютно не смотря на… Ну, просто не понравилось, кто выиграл. Раз и расторглись в одностороннем порядке. Реестр, потом суд, пока будет судиться, компания разорится. Есть такие случаи. Поэтому в законопроекте в том, который лежит в Думе, есть тоже такие нормы, которые устанавливают возможность введения перечня оснований для расторжения, вот именно одностороннего. Спасибо. Да, конечно. Я посмотрел сейчас на время, уже три часа. Значит, соответственно, уже к этому моменту Комитет по предпринимательству и экономической политике принял поправки. Мы тоже были участниками этого процесса, изменения в закон 44. И рекомендовал к принятию вот две поправки. Первое – это то, что установить предельный срок по расчетам 30 суток, о котором здесь говорили. Но там есть еще одна поправка. Для малых предприятий и социально ориентированных, ну, или малых, средних и социально ориентированных предприятий, где срок расчета не будет превышать 15 дней. Вот. Мы эту работу интегрировали, и я вам должен сказать, что у нас показатели эффективности деятельности по организации закупок здесь значительно выше, чем в среднем по региону. снижение цены от начальной примерно на 19%. Мы на одну процедуру имеем заявок почти 6 в среднем. И, соответственно, это говорит о том, что мы эти бюджетные ресурсы более эффективно используем. Что касается процедур общественного контроля, мы их несколько в последнее время расширили и сделали возможности участия всех форм общественного контроля более широкими. Ну, вы знаете норму федерального законодательства, вы знаете практику многих регионов. У нас через общественное обсуждение проходят все контракты ценой от 100 миллионов рублей. Я... ...все и начинается. Процесс-то весь впереди. Дальше тема контрактов. Что мы сделали? Мы создали библиотеку типовых контрактов. Типовой договор на поставку, типовой договор на выполнение работ, на оказание услуг. И очень важная тема – это подряд на капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. Это головная боль. У нас где-то 30 с небольшим процентом от всех средств, которые мы направляем через систему государственных муниципальных заказов, как раз идет по разделу капитальное строительство. Что мы здесь сделали? Кроме типового контракта, мы разработали и рассматриваем в качестве обязательного необходимого элемента контракта, приложение к нему, график выполнения строительно-монтажных работ. И 44-й закон – это любимая тема, вы не обижайтесь, пожалуйста, сейчас уже вас как законодателя, вот это бесконечное улучшение этого закона. Я еще раз напомню и законодателям, и правоприменителям, знаете, все же один из принципов эффективности правовой системы – это устойчивость нормативных правовых актов. И я вам ответственно заявляю, иногда вот зуд изменить и поправить, он обусловлен не проблемами, собственно, текста закона, а однобоко формулируемой, формируемой правоприменительной практики. Иногда, я вам совершенно это откровенно говорю, обусловленные мотивами, здесь уже звучавшими. И тогда почему так получается? Потому что что у нас? Закон плохой. Что нужно делать? Менять закон. А они такие, разы такие, очень медленно это делают. Но какие тогда, так сказать, кому претензии? И еще одно, которое, собственно, не относится к, собственно, законодательству и к его качеству, скорее относится к общественной атмосфере, которую мы создаем вокруг обсуждаемой проблемы. Вы понимаете, у нас есть конституционная норма, которая говорит о презумпции невиновности. А у нас в этой сфере все презумированы как заведомые виновные. Но про чиновников не говорю. Хотя, казалось бы, для того, чтобы стать чиновником, нужно пройти такие процедуры отбора, что никакая система государственных муниципальных закупок с ней не сравнится, конечно же. Но самое главное, и это очень тревожно, у нас малый и средний бизнес, одну треть берет государственных, муниципальных. Мы специально этого не делали, так получилось. Но очень тревожная складывается ситуация, когда мы начинаем презумировать воровскую суть, якобы воровскую суть бизнеса. А на самом деле это не так. И вот если у нас большая степень доверия будет всех участников процедур, то тогда и качество это будет улучшиться. Спасибо. Александр Богданович, спасибо. ...мастер-классы, и сегодня это будет на площадках. Профессиональная активность наших активистов растет. Сегодня, за три года, мы можем сказать, что мы собрали в рамках проекта «За честные закупки» на нашем сайте более четырех тысяч сигналов о сомнительных закупках и стараясь обобщить этот опыт, систематизировать и передать. На нашем сайте мы внедрили систему искусственного интеллекта. Это особая программа, которая в помощь активистам будет самостоятельно находить сомнительные закупки на сайте закупки ГОВ в единой информационной системе. Сегодня мы собираем библиотеку данных сомнительных закупок и с уверенностью можем сказать, что через полгода, добавляя в эту систему, в интерактивную систему, опыт федеральной антимонопольной службы, опыт проверок контролирующих органов, система будет способна обучаться и самостоятельно находить сомнительные закупки по достаточно узким нескольким критериям. Это, конечно, облегчит и работу контролирующих органов, и работу, в принципе, общественного контроля. Но пользуясь случаем тем, что его не волнует результат. Безусловно, есть и такие общественные контролеры, о них можно сказать отдельно, но на нашей площадке, мы с конкретного заказчика, мы надеемся не только улучшить конкуренцию у этого заказчика, но и, собственно, более эффективно тратить деньги, и даже подскажу, как к вашему помощнику, как к тому, кто не в целях самопиара ищет сомнительные закупки, и затем вы считаете, что он не прав. Давайте в конструктивном взаимодействии объясним, в чем он не прав. Есть этому действительно причины. Вы прекрасно понимаете, что Центральный банк крупного учреждения, осуществляющий очень большие закупки, десятки миллиардов рублей. А с одной стороны, с другой стороны, это организация с особым правовым статусом, и источником его ресурсов не являются бюджетные средства, кроме того, это не коммерческая организация, поэтому ни под действие 44-го федерального закона, ни под действие 223-го закона мы не подпадали, и действовали весь предыдущий период сообразно собственные нормативные базы. И никаких явных претензий со стороны контрольных, правоохранительных, надзорных органов и даже со стороны общества в адрес Центрального банка не поступало, поскольку он работает в рамках своей нормативной базы, ее не нарушает. Функция печатания денег. Вы понимаете, что в стране есть одно предприятие, которое только может это осуществлять, это монополия. И казалось бы, что, я говорю, ситуация достаточно стабильная. Но подвергая ее глубокому анализу, мы реально осознали, что повысить эффективность закупок, не создавая конкурентную среду вокруг банка, невозможно. Нет других механизмов. И поэтому мы позапрошлом году создали новую нормативную базу, подготовили инфраструктуру под эту новую нормативную базу, самую современную инфраструктуру. И начиная с 2016 года мы работали по новой нормативной базе, которая инкопорировала в себя лучшие моменты 44-го федерального закона, федеральной контрактной системы. В первую очередь это касается вопросов, связанных с определением начальной максимальной цены. Это касается вопросов разделения заказчика и закупщика. Это касается расширения спектра, расширения вариантов конкурсных процедур. Если до этого в основном пользовались тремя процедурами, то сегодня весь спектр процедур, порядка 10 процедур у нас есть. И в результате уже в первый год деятельности мы стали открыты рынку на 57%, то есть 57% закупок Банки России проходит сегодня уже в открытой форме. 40 из них 6% в стоимосном выражении. Большинство процедур мы проводим через электронную торговую площадку. Мы создали единую информационную систему по аналогии с государственной системой, которая позволяет нам активно взаимодействовать с электронными торговыми площадками. И процент участия, процент покупки через торговые площадки сегодня очень высок. Как результат контрактов? Мы должны двигаться к смарт-контрактам. Смарт-контракт, это понятно, там не может быть контракт заключен, если мы говорим о том, что если дорога должна иметь 12 лет гарантийного срока, то в этом контракте эти цифры будут прописаны автоматически. Нельзя будет торговаться под другие показатели. Вот есть жизненный цикл товара, у нее есть гарантийный срок, а под это должно торговаться все. То есть там не может заказчик произвольно изменять, или произвольно подгонять, изменять технические характеристики, делать хитрые ходы, чтобы выиграл только тот, кто должен выиграть. И, соответственно, производитель должен соответствовать тому качеству, который смарт-контракт будет предъявляться. То есть это недалекое будущее. Мы все понимаем, что цифровая экономика – это 2-3-5 лет. И если мы сегодня этим не займемся, то мы просто потеряем свое будущее. Поэтому я заканчиваю свое выступление, обращаясь ко всей нашей аудитории. Если есть предложение, мы всегда заканчиваем эту мысль. Если есть предложение, как нам сформировать вот эту единую информационную платформу в закупках, как нам двигаться в сторону смарт-контрактов, как нам улучшить взаимодействие этого сообщества, потому что смарт-контракт – это значит тут линейка контрольно-надзорных органов, которых просто в следующий подиум будет меньше. Тут будет всего один человек, видимо, сидеть, который будет отвечать за смарт-контракт, а не за процедурный контроль, за финансовый контроль, и еще там за счет на еще какой-нибудь контроль. Это будет всего один. Поэтому за то, чтобы нас стало меньше, и мы стали умнее. Спасибо. Ваше предложение. Спасибо. Уважаемые коллеги, в завершение придут, имея возможности создавать прозрачную систему закупок, она была создана в этом году и запустилась. Поэтому спасибо им за это, и хотим от организатора вручить за это им небольшой диплом. АПЛОДИСМЕНТЫ В силу того, что мы работаем над развитием федерального закона, не представился, Владимир Нуждин, Самарская область, активист проекта «Зачастные закупки». Я хотел бы, чтобы в законе была предусмотрена преграда для совершения определенных действий. Речь идет о том, что в Самарской области с декабря 2012 года по март 2017 закуплено более 70 тысяч литров алкоголя за бюджетные деньги. И по личной инициативе губернатора населению роздано более 59 тысяч литров алкоголя в качестве подарка. И на все наши вопросы мы получаем ответ. Ну а почему бы не поздравить людей бутылочкой к хорошему празднику? Вот и все. И натыкаемся на полное безразличие и недопонимание. Поэтому хотелось бы понять, как отвечает эта закупка 13-й статье федерального закона 44-го. И вообще, возможно ли 31 миллион рублей потратить на закупку, при условии, что регион 73 миллиарда должен к бюджету? Спасибо. Вадима, значит, мне просьба, все-таки изучайте закон, читайте, прежде чем принимайте участие в его законодательном совершенствовании. Первое, что внимательнее посмотрите, и вы найдете, что там соответствует, что не соответствует. Все там прописано, что можно и что нельзя. Вопрос немножко не по адресу, потому что это средство бюджета. У нас есть такое понятие, что счетная палата Российской Федерации контролирует бюджет Российской Федерации. В вашем субъекте существует законодательное собрание, ваше областное, которое формирует контрольно-счетный орган субъекта, который и должен дать оценку этим фактам и соответствующие меры, внести не только губернатору, но и доложить вашему местному законодательному собранию. А вот если это происходит, и никто на это не обращает внимания, я думаю, что на это вот обратит внимание. Уже не обратит, ушел, но я думаю, до него донесут. Это у нас есть определенный контроль. Марин, я, с моей стороны, рекомендую вам провести анализ, особенно сейчас, уменьшение бюджетных затрат по линии здравоохранения, они происходят, да, и дальше провести сравнение, что эти затраты не уменьшаются, а затраты, которые идут напрямую в выполнение стратегических майских указов президента, они уменьшаются. И дальше, вот именно с позиции, которую вы только что говорили, направить это в контрольное управление. То есть таким путем идти. А если у вас еще есть примеры доказательства какого-то конфликта интересов, то это уже управление президентом по вопросу и правительству коррупции, который возглавляет Олег Анатольевич Плохой. Да, и там я вам гарантирую, что публичные заявления о конфликте интересов сейчас проверяются очень жестко. Уважаемые коллеги, можно вопрос. Меня зовут Константин Терехов, город Владивосток, Приморский край. Я являюсь членом регионального штаба Российского народного фронта. Очень интересная была дискуссия, особенно с участием губернатора Алтайского края. Сейчас скажу почему. Как вы все знаете, в прошлом году, в 16-м, произошло очень много задержаний, заведено очень много крупных уголовных дел, как раз таки связанными с махинациями, с нарушениями госзаказа. В частности, в Приморском крае сейчас под арестом находится практически все окружение губернатора Приморского края Владимира Николушевского. Практически все сидят. Но возникают вопросы и непонимания, и у нас, у активистов в том числе. Уважаемый губернатор Алтайского края говорил о том, что должна быть некая все-таки презумпция невиновности. Я приведу пример. Ровно год уже здесь, в СИЗО «Матросская тишина», в Москве, сидит мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Я вкратце расскажу историю. Человек был обвинен в том, что произвел закупку асфальта по заведомо завышенной цене. Теперь возникает вопрос к антимонопольной службе, которая провела свое расследование и заявила, цена нормальная. Возникает вопрос, почему человек находится в СИЗО. Более того, он продолжает там находиться, и на днях ему было предъявлено обвинение, что он взял взятку 70 миллионов рублей у своего родного брата. Я лично этого Пушкарева не знаю. Как мэру у меня куча вопросов. У меня вопрос непонимания. То есть человек приходит к брату и говорит, ты же брат мне, дай 70 лямов мне. Или завышенная цена. ФАС проверяет, говорит, не завышенная. Непонятно жителям Владивостока, почему мэр сидит в тюрьме спасителя. Понятно. Относительно ФАСа. ФАС имеет установленные законом полномочия, которые он обязан выполнять. Мы не проверяем в части контрактной системы завышенность-незавышенность. У нас нет таких полномочий. Это иное. Мы проверяем, соблюден ли порядок определения начальной цены. То есть когда что-то закупается, допустим, товар, запрошены ли производители, чтобы цена формировалась от производителя. То есть сопоставимость. Была ли проведена процедура, которая заложена в законе. Что касается стройки, то там должна быть проектно-сметная документация, прошедшая госэкспертизу. Если такая документация есть, экспертиза проведена, то цена не может быть завышенной с формальной точки зрения. То есть это обязанность, которую выносит. А дальше проходят конкурентные торги. Но если говорить с практики, на практике, то ситуация, когда брат является передающим звеном, либо он банально, как участник бизнеса, отдает коррупционную ренту своему брату, такая ситуация была фактически завышена. То есть реально покупали во более низкой цене, в реале, да, а часть отдавали так называемой коррупционной рентой или откатом. Поэтому вопрос к следствию, нам очень сложно сказать, почему он сидит, потому что такое постановление, решение принял суд, да, на основании ходатайства, обвинения. Поэтому здесь вопрос очень сложно объяснить. Одну ремарочку и я закончу. Ситуация еще более интересная. Значит, долго не предъявлялась обвинения, потом все-таки вот... Коллеги, давайте про госзакупки разговаривать. Ну что это такое? Обвинения предъявили. Уважайте других, пожалуйста, специалистов уважайте. О чем вы говорите? Итак, обвинили, предъявили обвинение. После этого выяснилось, что мэрия Владивостока должна мэру 800 миллионов. Возникает вопрос. Уважаемые активисты, уважаемые активисты, да, спасибо. Вам вот сейчас сказали, да, мы не следственный орган, мы не суд, и не можем вот решить судьбу ни мэра, ни брата, ни даже его тещи, да. Вот я вам могу сказать абсолютно гарантированно, да. Давайте после мероприятия посмотрим. В нашей стране за завышение начальной максимальной цены контракта не то, что не посадили, да, его даже на 20 рублей не оштрафовали. Вот, к сожалению, да. Вот я бы за нарушение правила расчета начальной максимальной цены контракта все-таки бы привлекал, потому что даже иногда специально делается, чтобы поднять показатели того и нового ведомства, да, по одной закупке вдувается такая цена, там, в 10 раз выше, чем на рынке, а потом там 75% экономии, а когда в процентах мы считаем экономию по всему там ведомству, да, вы понимаете, на одной закупке бумажные продукты для туалетов, да, экономия 70%, на других экономия 0,1, а вот проценты сложили, поделили, а в среднем экономия у нас составила 20%. И премия, и премия. Вот это как раз к тому анекдоту, да, зачем бегать, вот. Поэтому и вам тоже не советую бегать за автобусом, вы сразу за такси бежите, же вы там про кого-то мэра спрашиваете, у нас сейчас губернаторов посадили. Еще вопросы есть? Есть, есть. Да, пожалуйста. Иван Климов, Республика Татарстан, эксперт проекта за честные закупки. Вопрос стоит о проведении закупок задним числом в Республике Татарстан. То есть сначала объекты построены, а потом на них уже проводят закупки. 13-й раз региональное отделение Уфаса проводило проверки, признавали наши жалобы обоснованными, но теперь что-то в их понимании с законом изменилось. И когда уже объект построен, они уже наши жалобы признают необоснованными, и вот недавно, опять 31 марта, заказчик ГИСУ Республики Татарстан, это государственное казенное учреждение, размечает закупку, но на нем уже производятся работы. И у меня вопрос к федеральной антимонопольной службе, как бороться с такими закупками и как бороться с сотрудниками Уфаса, которые вот так вот закрывают глаза на закон. В том числе, я не постесняюсь сказать, фамилия этого руководителя комиссии по закупке, это Симагин Евгений Александрович. Смотрите, что советую делать в таких ситуациях. Вы публикуете информацию об этом, чтобы все предприниматели, которые хотят просто собрать денег за уже готовую сделанную работу, пришли на эту закупку и поучаствовали в ней. Они могут выиграть ее по любой цене, работа-то уже сделана, и забрать деньги из бюджета, сдав работы. Понимаете? Вот сделайте вот так, тогда все СМИ на это выйдут. Но я вот хочу отметить то, что я и писал в федеральную антимонопольную службу и ходил на прием 12 декабря в ФАС России и потом получил за ваши подписи, конечно, отписку, то, что тут у ФАС ни при чем. Это, конечно, не вы готовили ответ, а готовили ответ ваши специалисты. Нет, я ответ, если подписал, то я его читал, это 100%. Поэтому, что касается, что ФАС ни при чем, мы не имеем полномочий прийти и проверить фактическое исполнение контракта. Об этом речь. Это должна проверять счетная палата региона, это должно проверять казначейство. Об этом речь. А вы спросили, что делать? Я вам скажу. Нет, но они-то ломали торги, как они это называют, в ФАСе, да, в Татарстане. Говорят, мы торги сломали, но больше они почему-то торги не ломают. После того, как чиновники, я предполагаю, что чиновники из Татарстана начинают давить уже на региональное отделение. Нет, ну что значит давить? У нас контроль же процедурный. У меня 13 решений есть, где говорится о том, что... Вы не перебивайте, вы дослушайте, а потом перебиваю. Вы хотите, чтобы мы превысили свои полномочия и вышли с проверкой, построена конкретная дорога или нет? Во-первых, если мы это начнем делать, то нас на это надо наказать. А во-вторых, такое наше заключение не будет иметь никакого смысла, потому что мы не имеем права это делать, понимаете? Это нужно доказывать построенность дороги по факту торгов иными способами, не селами ФАС. У нас нет таких полномочий. А что делать? Я вам сказал, сделайте, объявите эту информацию, пусть как можно больше предпринимателей придет и поучаствует в этих торгах и выиграет, заберет деньги за уже сделанную работу. Спасибо. Спасибо. Можно вопрос? Вопрос к федеральному казначейству, можно? Спасибо за вашу информацию. Повторится ситуация января-марта с контролем с казначейским. И скажите, вы не думали о том, что необходимо ввести ответственность за функционирование и работоспособность единой информационной системы перед всем сообществом? АПЛОДИСМЕНТЫ Коллеги, спасибо за вопрос. По порядку гарантии. Гарантия – это наша работа. Ответственная работа казначейства, за которую я отвечаю. И работа моего коллектива, которую я возглавляю. Уроки мы извлекли. Конечно, эти три месяца были кошмаром для нас, для казначейства, для заказчиков, муниципальных, субъектовых заказчиков, для разработчиков внешних информационных систем. Поэтому мы должны однозначно, четко соблюдать установленный стандартами цикл внедрения информационных систем. Известная формула 9 месяцев, 1 месяц, 9 женщин и так далее. К сожалению, все, что написано в стандартах, надо безупречно соблюдать. И тестирование, и проектирование сроки, и внедрение, и обучение, пилотирование и так далее. Поэтому четкое соблюдение установленных стандартов требований – залог того, что сгоряча и быстро система внедряться по идее не должна. Есть. У них есть полномочия, у них есть полномочия. Ваши полномочия, у них есть полномочия, они существуют подписанных. Полномочия. Полномочия. Все можно подписать, а потом, а потом, а потом, что у нас сходят, а потом правильно, это не понимает, а применение и с почвы. Это уже не вопрос о вкусе. Но, может быть, это и не так. Потому что водка едет. Объtam §§ С 1. Субтитры сделал DimaTorzok